Имеется два одинаковых электрических нагревателя. При параллельном соединении они нагревают 2 литра воды на 80 градусов Цельсия за 3,5 минут. Чему равна мощность каждого нагревателя? Потерями энергии пренебречь. Для начала запишем данном. Объем воды В равняется 2 литра. Переведем систему С. Это 2 на 10 минус 3 метра кубических. Плотность воды РО равняется 10 в 3 килограмм на метр в кубе. Время нагревания ТАУ равняется 3,5 минут. Переведем систему С. Секунды. Это 210 секунд. Изменение температуры Дельта Т равняется 80 градусов Цельсия. Удельная теплоемкость воды равна 4200 джоуль на килограмм и градус Цельсия. Найти мощность одного нагревателя. П неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Напишем формулу мощности. Мощность П равняется U квадрат знаменатель R. Напишем количество тепла К при нагревании. К равняется С, Э на изменении температуры, на Дельта Т. Также напишем количество тепла, которое выделяется из нагревателя. К равняется мощность П умножить на время ТАУ. Эти формулы нужно знать. По условию сказано, что у нас нет потери энергии. Ответ следует, что Q отданное равняется Q полученное. Q отданное будет равняться мощность нагревателей по 2 умноженной на время ТАУ. Q полученное – это количество тепла, которое получает вода. С, Э, Дельта Т. Но нам масса неизвестна. Следовательно, массу мы напишем как плотность воды умножить на объем воды. Тогда Q полученное будет равняться С, Ро, умноженное на В и на изменение температуры, Дельта Т. Приравняем Q отданное и Q полученное. Тогда у нас получается, что мощность двух нагревателей умноженной на время ТАУ равняется С, Ро, В и умноженной на Дельта Т. Рассмотрим мощность наших нагревателей. В первом случае наш нагреватель подключен к цепи индивидуально. И на нем будет напряжение У. Тогда мощность одного нагревателя П будет равняться У квадрат, деленное на Р. Выразим отсюда сопротивление Р. Тогда сопротивление Р будет равняться У квадрат, деленное на мощность П. Когда наши нагреватели подключены параллельно в сеть, то мощность двух будет равняться У квадрат, деленное на сопротивление двух. Напряжение будет тот же, так как они подключаются в ту же сеть. Найдем общее сопротивление при параллельном подключении. Тогда общее сопротивление 1 на r2 будет равняться 1, деленное на первое сопротивление, плюс 1, деленное на второе сопротивление. Сложен. Тогда у нас получается, что сопротивление 2 будет равняться 2, деленное на r. И отсюда мы можем сделать следующий вывод, что сопротивление 2 равняется сопротивлению r, деленное на 2. Подставим наше сопротивление 2 в выражение для мощности двух сопротивлений. Тогда мощность двух сопротивлений будет равняться u квадрат разделить на сопротивление 2. Это r на 2. Разделим. Получается 2u квадрат, деленное на сопротивление r. Подставим сюда сопротивление r, которое мы получили при индивидуальном подключении нашего нагревателя в цель. Тогда у нас получается 2u квадрат разделить на сопротивление r. Это u квадрат, знаменатель мощность p. Разделим. Получается 2u квадрат, умноженное на мощность p, знаменатель u квадрат. Сократим напряжение. И у нас получается 2p. Таким образом, при параллельном соединении мощность у нас увеличивается. Подставим нашу мощность p2 в ранее полученное выражение. Тогда у нас получается 2p, умноженное на время tau, равняется c, ρv, умноженное на дельта t. Выразим отсюда мощность одного нагревателя. Тогда у нас получается, что мощность одного равняется c, ρv, умноженное на дельта t, знаменатель 2 умножить на время tau. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда мощность одного нагревателя будет равняться. По счетам получаем 1600 Вт. Запишем ответ. Мощность одного нагревателя равна 1600 Вт. Задача решена, спасибо за внимание Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх